День начался с обысков политика Дмитрия Гудкова, причем сначала на даче, где он находился с семьей, а затем следственные действия продолжились в квартирах политика и его родственников, его ближайшие соратники, бывший руководитель Открытой России Александр Соловьев и глава штаба Виталий Венедиктов проснулись, тоже проснулись из-за визита следователей и людей в бронежилетах. Обыски и последующие допросы проходили по уголовному делу о невыплате долго за аренду нежилого помещения. Казалось бы, причем тут оппозиционеры, но мы помним, как использовались московские мэрские департаменты для давления на оппозиционных политиков. В случае с Гудковым и его соратниками формально пострадал, видимо, департамент городского имущества. И все это за три месяца до выбора в Госдуму, куда Гудков собирался выдвигаться от яблока. В партии говорят, что давление силовиков на переговоры не повлияет, тем не менее кажется, что шансы политика на попадание в избирательный бюллетень тают на глазах. Василий Полонский об очередном мрачном утре российской несистемной оппозиции. Вася, тебе слово. Да, Леша, привет. Я приветствую тебя, зрители Дождя. Я сейчас нахожусь у главного следственного управления ГУМВД России по Москве. И Дмитрий Гудков – это последний человек из его команды, кто остался сейчас на допросе. Где-то полчаса назад Дмитрий своим адвокатом уже покидал здание Министерства внутренних дел. И вдруг на полпути его окликнули, кто-то окликнул его из здания силовиков. И Дмитрию пришлось с адвокатом вернуться. Видимо, сейчас у него допрос. Я сейчас процитирую его жену Валерию Гудкову, которая из здания «Сотовижн» рассказала, что семь следственных групп занимается делом Дмитрия Гудкова. Это 100 сотрудников, то есть 100 следователей, 20 из которых сегодня присутствовали на различных обысках у Дмитрия на даче и в том числе в квартире. Вот кадры сейчас вы видите. Это дом Дмитрия Гудкова. В том числе, конечно же, жена политика добавила, что допрашивают не только самого Дмитрия, в том числе и его тетю, которая предположительно работала в той самой компании, которая обанкротилась в 2017 году. Она снимала помещение у мэрии Москвы и задолжала несколько миллионов рублей. Но и также допрашивают подругу мамы Дмитрия Гудкова. То есть, видимо, всех, с кем знакома семья Гудковых, теперь является подозреваемым в этом уголовном деле. Ну и, конечно же, я приехал уже к самому Дмитрию Гудкову, когда обыски перешли к нему в квартиру. Там были заклеены все камеры. Обыски происходили в нескольких квартирах, потому что там живет не только сам Дмитрий Гудков, но и в том числе его отец и мама, в том числе и другие родственники. Всего три квартиры. Вот вы видите 89-е и 90-е, в том числе и 48-я квартира в этом доме принадлежит Дмитрию Гудкову. Вот мы там были с коллегами, и вот в определенный момент, во время еще первого обыска в 48-й квартире, Дмитрий Гудков вышел к нам, и вот что он тогда сказал. 60 человек. Я потом, когда разрешатся, со всеми поручаю. Спасибо. И вот после этого Дмитрий Гудков переместился в другую квартиру, и в этот момент уже подъехал его адвокат Александр Альдаев. Вот Александр Альдаев пытался попасть в какую-то квартиру для того, чтобы попасть своему клиенту. Он стучался в двери, пытался, я сейчас попрошу наших режиссеров показать это видео, потому что его адвоката не пускали, и даже никто ему не отвечал. И вот в определенный момент, после того, как он постучался в 48-ю квартиру, туда вообще пришел ОМОН, который перекрыл какое-либо движение для того, чтобы никто туда не заходил. И чуть позже Альдаева уже пустили в квартиру отца Гудкова, где он смог присутствовать хоть на какой-то части этого обыска, после чего в течение, я думаю, 30-40 минут проходил обыск уже у родителей Дмитрия Гудкова, который там находился в том числе. Мы слышали из-за двери, там обсуждались какие-то барабаны, какие-то детские игрушки и так далее. Ну и вот нам казалось, что Дмитрий Гудков после этого выйдет и даст комментарии, но вот после второго выхода он тоже отказался, и вот чем он это обосновал. Сейчас я еду в это, в главное управление. Слушайте, можно? Я обещал, что я не даю пока комментариев, я прощу. Ну, извиняюсь. Я потом выйду к вам и все расскажу. Вот адвокат Саша вам все скажет, ладно? Извините. Спасибо вам за поддержку. До свидания. Ну, адвокат Дмитрий Гудков тоже пока воздержался от комментариев. Самое интересное, что вот я на машине от квартиры Дмитрия Гудкова сюда, на Новослободскую, доехал где-то за 20 минут, а автомобиль с Дмитрием ехал сюда почти два часа. И даже в определенный момент близкие Дмитрия Гудкова и в том числе его коллеги потеряли. Но в итоге каким-то образом его сюда завезли, журналисты не видели, как это сделали. Тут часто так и происходит. Завозят с одного входа, а выводят из другого. Видимо, специально для того, чтобы те, кого сюда привозят на доброс, никоим образом не пересекались с журналистами. Но и в том числе сегодня тут допрашивали Александра Соловьева, это бывший глава штаба Дмитрия Гудкова, и Виталия Венедиктова, нынешний глава штаба. И вот Александр Соловьев вышел, я думаю, где-то около пяти часов дня. Он был довольно бодр, несмотря на то, что к нему пришли в семь часов утра. И, конечно же, самое интересное, что он рассказал о том допросе и об обыске, который у него проходил в первой половине дня. Вот были изъяты два ноутбука, телефон и документы об избирательной кампании 2016 года. Избирательной кампании Дмитрия Геннадьевича Гудкова. Зачем им они понадобились, малейшего понятия не имею. Спрашивали в том числе об этой избирательной кампании. Спрашивали о людях, которых я не знаю, в том числе. Спрашивали о юридических лицах, которых я не знаю. Ну вот, дольше всего почему-то занял допрос, вернее, ожидание допроса и корректировка показаний. Какое эти люди имеют отношение к этому уголовному делу, вообще непонятно. А я напомню о том, что это часть вторая, статья 165 Уголовного кодекса. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием. Грозит Дмитрию Гудкову или кому-то, потому что пока Дмитрий, как я понимаю, проходит как свидетель, до пяти лет, если кого-то будет обвинять. Все, кто, кстати, выходил сегодня из главного следственного управления МВД, пока выходили свидетелями. Но тут в определенный момент подъехал автозак, и нам показалось, что кого-то уже повезут в суд. Но этот автозак так никого и не забрал. Ну и также вышел Виталий Венедиктов, глава штаба Дмитрия Гудкова, который вообще в недоумении был, почему его вызвали сюда. Он сказал, что он впервые проснулся от работающей болгарки, которая пилит его дверь, и вообще находился в небольшом шоке. Он сказал, что он отдыхал, гулял как следует, и вообще не спал несколько дней. Ну, каждый развлекается как может. Ну и вот сегодня тоже у него оказалась бессонная ночь. В шесть часов утра к нему пришли с обысков. Вот что он рассказал о сегодняшнем дне. Допрос был очень непонятный. Спрашивали про какие-то фирмы, которых я знать не знаю. Вот серьезно, абсолютно честно. Людей, которых знать не знаю. Про какие-то там года, 13-й, 15-й, когда я вообще там в политике не был. Работал нормально, как в бизнесе. Абсолютно какое-то бетафорское дело. Просто вообще непонятно. Потому что дело про... Мне не дали ознакомиться с документами, потому что там даже копий протокола снять. Как я понял, со слов уже адвокатов и так далее, какая-то претензия со стороны департамента городского имущества к каким-то арендодателям, которые как-то где-то связаны то ли с Гудковым, причем то ли с Геннадием, то ли с Дмитрием, то ли вообще с кем. Я вообще ничего не понял. И причем здесь я тоже вообще не понял. И судя по претензиям, это такое дело, что там нанесен имущественный ущерб. Короче, грубо говоря, любая аренда может быть актоваться именно таким образом. Статья абсолютно непонятная, средней тяжести. Вот даже номер не запомнил. Таких никогда не заводилось по политическим мотивам. Да, ну вот такая ситуация. Мы ждем Дмитра Гудкова и в том числе его адвоката для того, чтобы получить уже развернутый комментарий, обвиняют ли в чем-то самого политика или он проходит по этому уголовному делу как свидетель. Ну а вот за моей спиной вы можете видеть журналистов, которые так же, как я, ожидают политика, которая, надеемся, скоро времени выйдет. Уже есть какие-то подробности самого дела. В постановлении, которое, насколько я понимаю, передано до ознакомления адвокатам, сказано, что 8 октября 2015 года неустановленные лица из числа руководителей и фактических владельцев ООО «Сектор-2Э». Его возглавляла тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова, которая тоже вместе с политиком находится сейчас на допросе в главном следственном управлении города Москвы. «Искористной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба департаменту городского имущества Москвы, путем злоупотребления доверием сотрудников департамента заключили от имени компании, с одной стороны, и департаментом, с другой, дополнительное соглашение к договору». В общем, пропускаем все эти юридические подробности. Арендная ставка за квадратный метр была 9 тысяч 52 рубля. И в итоге следствие считает, что ООО не выплатило сумму свыше 1 миллиона рублей, что является грубым, крупным ущербом. И, в общем, за 1 миллион рублей, по всей видимости, еще один оппозиционный политик в России нейтрализован на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в этом сентябре. Всем привет! Это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Продолжение следует...